Всем привет, друзья! С вами снова я, Хантас, и мы продолжаем с вами выживать в игре End of Zombies. Так, у нас здесь три активных задания, то есть нам необходимо добыть ресурсы, найти диктофон на пустошах, в прошлом ролике мы там были, и добраться до дома ирландца. Я думаю, сейчас мы к нему отправимся, но предварительно хочу сделать некоторые манипуляции. Так, вот у нас, кстати, я заметил, пока немножко бегал, смотрите, то есть у нас помимо выращивания картошки есть также выращивана льна и хлопка, но необходимо улучшить грядку, то есть даже грядки можно улучшать. Вот я вижу залу, мы также залу с вами нашли, но он говорит, что у нас идет выращивание чего-либо. Так, у нас ухоженная грядка, обустроенную часть для теплолюбивых растений, но у вас в принципе все есть, необходим 11 уровень, а у нас какой уровень? У нас 9, то есть мы, к сожалению, пока этого сделать не сможем. Так, так, так. А, то есть для улучшения зола не нужна? Зола нужна именно для выращивания, это как катализатор получается идет. Здесь у нас, заберите результат переработки, да, конечно. Начать. И картошечка пошла вариться. Это у нас, кстати, отвар шиповника, он дает аж целых 30 энергии. Так, умывальник, все это мы с вами построили. И вещи я сложил все сюда, картошка осталась. То есть я вот как понял, вещи, которые мы ложим в палатку, они не идут за счет в крафт, то есть их как будто персонаж вообще не видит. Можем ли мы построить еще одну коробку? Да, можем, в принципе, ресурсов для этого у нас предостаточно. Лучше в коробку, наверное, сложим все. Так, установить куда-нибудь вот сюда. Повернуть, к сожалению, никак. Ну, блин, это немножко примитивно, конечно, выглядит. Но, думаю, все это поменяют. Кстати, здесь 21 уровень нужен. Так, давайте покидаем все сюда. Так, это нам не нужно. Клубни, клубни, клубни нам не нужны. Чтобы выращивать клубню, нам нужна вода. Зола. Так, это что у нас? Ветошь нам надо будет. А это? Тьфу ты, одинаковая же картинка. Так, это мы с собой возьмем на всякий случай. Нам нужно наделать бинтов. Самых примитивных. Так, сколько там у нас уже? Давайте еще один. Опа. Десять. И вот как раз нам этого будет достаточно. Кстати, состыковать какие-нибудь вещи можно? А, смотрите, смотрите. То есть, я уже в прошлый раз говорил. То есть, вот одна коробка. И сразу можно переключиться на другую, ребят. Ну, это просто огромнейший плюс этой игре. Кстати, у нас есть мясо. И у нас есть доски. Я думаю, мы что-нибудь да сможем с ними сделать. В смысле, с мясом. А, у нас картошка там варится. Ну, ладно. Надо будет еще один костер тогда поставить. Так, где костерчик? У нас бетона не хватает. Ну, вот. Благо, мясо не портится. Ладно, потом мы к этому вернемся обязательно. Не нужно бегать по всем ящикам. Офигенно. К одному достаточно пойти и переключиться. Так, я хотел бы колодец построить. Но, думаю, на него у меня тоже не хватит вещей. Кстати, помимо колодца, здесь также добавили водосборник. Тоже бетона не хватит, к сожалению. Ну, ладно. Так, для вылазки, в принципе, у нас всего предостаточно. Так, я, наверное, с собой вот этот отвар все-таки возьму. Потому что энергия у нас очень быстро заканчивается. И отправляемся к Орландцу. Все-таки управление мне здесь совершенно не нравится. То он то медленно бежит, то быстро. И, кстати, ребят, хочу обратить ваше внимание. Я раньше не замечал. Смотрите, возле дома. Стоит робопес. То есть, смотрите, на нем стоит миниган. Он весь модернизирован. Какая-то камера, еще какое-то. То есть, изначально в превью я также использовал. Он там примитивной сборки был. И мне кажется, что нам его скоро добавят. И мы его постоянно можем улучшать. И он нам будет помогать. То есть, вместо животного у нас будет вот такое вот чудо. Так, войти. Дом Ирландца. Звать, а тебя, подожди, не отвечай. Заноза мне про тебя рассказывал. Нет, твоего имени не вспомни. Помните мне совсем не к черту. Так, завершить. Слушай, помоги. Пока я с мыслями собираюсь. Я хотел грядки прополоть. Да куда-то дел свои грабли. У меня за дом старые бочки для отходов лежат. Посмотри. Может, я там грабли оставил? Да. Неплохое такое знакомство. Сразу нас он заставляет. Чё? Туалет? Так. Нажмите, чтобы открыть. В бочке. В бочке мы находим грабли. Грабли в бочке были? Ура! Тащи сюда. Так, а мы можем ещё что-нибудь найти у него? Трактор. Но он пока не клацается. Вообще ничего не можем использовать у него. Так. Спасибо тебе. Я вспомнил, чего Заноза хотела. Трактор ей нужно застрявший уазик вытащить. Как джеда Йода говорит. Так. Грабли отдаём. Девочку тебе придётся разочаровать. Я бы и сам рад помочь. Да, трактор сломался. Переехал. На нём горелого. А он, гад, жестокий такой. Жёсткий такой оказался. Вроде коряги. Вал, понимаешь, в труху. И главное, обидно. Головёшка эта, ходящая из-под трактора, выбралась и бродит вокруг него. Сходи успокой, мертвяка, по-соседски. Хорошо? Ну, мы до этого. Кстати, знаете, что я захочу затестить? Вот у нас есть камни. Прикольно. А он его не бьёт. Но он его как будто и не видит. Ну, камни для броска. Это вообще ужас. Проще просто кувалдой дать ему по голове. Так, чё у тебя есть? Ветошь. Понятно. Так. Кстати, ботинки у меня сломались. Вот, спасибо. Теперь надо бы посмотреть трактор. Может, заноза умница наша сообразить, как его починить? Так, осмотреть трактор. Приём, я на связи. Что там с трактором? Он сломан? Напиши, как выглядит поломка. Так, в генераторе слетели щётки коллектора. Ну, это терпимо. Можно заменить. Сцепление сломанной пружины? Плохо. Новые пружины так просто не отыщут. Вал полностью раскурочен. А вот это по-настоящему хреновая новость. Чёрт, боюсь, этот трактор уже никогда не поедет. Починить его точно не получится. Расскажи об этом ирландцу. Ну, вот. Бро, у меня печальные новости. Что сказал заноза? Всё хуже некуда? Эх, я так и знал. А без трактора знаешь, как тяжело? У меня и так дело не в проворот. Ещё и ростовщики покоя не дают. Надел я когда-то карточных долгов. Но вроде бы всё отдал. А эти мошенники пользуются моей забывчивостью. Заставляют его долги по второму кругу. Сейчас как раз один должен наведываться. А у меня урожай не убран. Помоги собрать лёно-картошку. Если что, скажу, что у меня ничего нет. Хитрюга. Так. Лён. Отлично. И ещё. Картоха. Жду тебя с моим урожаем. Так. Спасибо за помощь. Вовремя успели. Вижу, вон идёт расставщик. Подожди, это не расставщик. Распадники. Иранзес поплёвает на свои пудовые кулаки. Чего смотришь? Зададим им трёпку. Да ты чё бей. Какой диалог. И ещё один. Всё? Так. Обычным сразу трупы. Как же без этого? И ещё один где-то трупецкий у нас заныкался. О! Бечёвка. Так. Сколько одна всего? Так. Подхилимся чуть-чуть. Неплохая была драка. Я троих уложил не меньше. Чего? Это я их всех уработал. Нифига себе. Самопал Данила. Распилена труба. Примотана изолента к прикладу. Поджиги называют Данилами. В честь легендарного борца с одичавшими. Так. Нужно с ним поговорить. Вижу. Ещё гады бегут. Нам понадобится что-то помощнее. Держи обрез. Из меня стрелок, как из керосина удобрения. А после него ничто не растёт. Ну что? Я говорил. Скорее за оружие. Так. Так-так-так. Как менять? Как менять? Опа. Да стреляй. Дурья башка. Ты чё офигел? Фига себе. Он стреляет. Так. Температура. Помыться нужно. Поесть нужно. Всё очень плохо. Так. А это у нас чё? Мне становится лучше. Да. Ну я рад. И ещё один труп. Блин. Тут даже есть температура. То есть нужно быстрее завершать. Вот где вот труп он не может найти? Труп на карте. На меню. Вот. Всё. Наконец-то. Так. Ох. Кажется. Тебя серьёзно ранили. Подойди ко мне. Помогу. Так. Так. Он нам даёт чистую повязку. Ветошь промытая кипячёной водой. Её перевязывают рано. Восстанавливает здоровье лучше, чем обычная повязка. Плюс. То есть простая нам даёт 200. А эта нам даёт 300. Так. Поговорить с ирландцем. Ну. Не. Хорохорься. Это не просто царапина. Вот. Держи чистые повязки. Тихо. Слышишь крики. Смотри. Целая толпа бежит прямо на нас. Быстрее. Хилимся. Да стреляй, дурак. Да. Без брони здесь вообще всё печально. Нихера себе. О, меня уровень просто спас. Просто. Вот это фарт. Это капец был. Вот. Я припотел. Так. Всё. Забираем быстрее. Нужно хоть какую-то бомжарскую одежду будет сделать. Я думал, мне всё. Крындец. Чё их так много-то? Ё-моё. Так. И ещё один. Кстати. Вот мне ещё не понравилось. То, что... Он стрелял в последнего. Ну, мне кажется... Это я протупил. То есть, нужно было просто... Клацнуться на ближайшего. Он по нему бы стрелял. Я просто офигел от толпы, которая на меня бежит. Надеюсь, больше гостей не будет. Нет. Интересно, откуда здесь распадники? Обыщи их. Да всё, я обыскал. Обыщи убитых распадников. Найди диктофон учёных у горелых. Бла-бла-бла. Забрать записку распадников. Это я сделал записку. Давай её сюда. Так. А я сам прочитать её могу? Прочесть. Братья, казните жирного ирландца. Нечистым нет места на ковчеге. Пусть искупит долг кровью. У вас слава станции. Мульча. Прикольно. Посмотрим, что в записке. Так, это я уже прочитал. Мульча. Вот гад. Это кто ещё жирный? Мы с Мульчей не ладим. Раньше тоже был фермером, а сейчас прибился к фанатикам. Но гружать мне смерть интересно. О каком долге идёт речь? Не помню, чтобы я играл с ним в карты. Или играл. Мульча может послать сюда ещё сектантов. Нельзя мне здесь оставаться. Это чё такое? Взрыв пакет ирландца. Интересно, откуда у фермера взрывчатка? Офигеть просто. Я вот что подумал. Заново заговорил, что вам с огородом помощь нужна. Давай договоримся, я поживу тебя. Поднимем хозяйство. А если придут ростовщики или кто подозрительный спорит, скажешь, что меня не знаешь. Только вот трактор мой придётся... Того. Взорвать. Не хочу, чтобы мы его верно вдруг по кусочкам рассащили, одещавший или ещё кто. У меня тут один взрыв пакет завалялся. Сам дело по старинному ирландскому рецепту. Хе-хе. Залежи-ка его в трактор. Вот придурочный. Так, 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 так. Ну и как заложить? А, типа подошёл, положил. Подойди к ирландцам, чтобы поговорить с ним. Так. Взрыв пакет в трактор. Отлично. Когда буду уходить, я его взорву. Зано за мне координаты вашего в убежище передала. Ты можешь идти, а я пока соберу кое-что. Встретимся в убежище. Так, ну этот ирландец вообще на голову отшибленный. Так. Здесь, кстати, я не все бочки залутал. Ничего нет. В этой бочке тоже ничего. Здесь вот я вижу дерево. Так. Ну тут только бензопила нужна. Так. Здесь ещё дерево. Тоже только бензопилой мы можем его свалить. А это нам по силам свалить. Так. Ну и... Эй, ты чё бешеный? Нападение стервятников. По радио поступил сигнал СОС, выживший в беде. Возможно, стоит наведаться в это место, запастись медикаментами и оружием. Кемпер. Срочно всем, кто меня слышит, на нас напали стервятники. Мы укрылись в доме, но больше не можем отбиваться. Умоляю, помогите. Но я думаю, это я сделаю отдельный обзор. Так. Давайте всё же посмотрим, где они. Осаждённый дом. Целых 23 часа. Ну, думаю, смогу мы. Сможем мы с вами успеть сделать на него обзор. Так. Давайте идти. То есть у нас с энергией всё плохо. Ноль. Не зря я взял. Отварчик. Теперь, по крайней мере, добежать сможем. Да ладно. Я же выпил. А-а-а. Этот грёбаный отвар он нам даёт всего лишь... ...плюс 30. Восстанавливает 200 очков здоровья. За 30 секунд готовится на очаге. Так. Я, значит, ошибся. Придётся идти. Ну, для вас это будет всего лишь пару секунд, а для меня... ...эээ... ...10 минут. Наконец-то доплелись. Так. Нужно поговорить с ирландцем. Добраться... Так. Это мы потом. Где ирландец? Ирландец. Где у нас тут находится вообще? Вот. Нашёл. Здорово! Я уже успел осмотреть. У тебя здесь есть где разгуляться? Сколько всего посадить? Можно и земля хорошая, плодородная. Картошка такую землю любит. Да и не только она. Думаю, с тобой поладим. И помню, для других никакого ирландца в убежище не живёт. По рукам? Да давай, сразу за работу. Если плотно заниматься посадки, им нужна вторая грядка. То есть бей её где тебе угодно. Так. А мне хватит? На вторую грядку-то? Ммм, достаточно. Так, так, зря. Сразу инвентарь закрываю. Можно прямо отсюда установить. И поставим мы, конечно же, её прямо рядом с этой. Или здесь вот. Давайте вот так вот поставим. Потом обратно же мы можем её перенести? Ага. Так, лучше сразу отсюда можем. Так, установить вторую грядку готово. Алло, заноза, где тут кнопка? Слышно меня? Так, ну, у нас всё готово к посадке. Эх, картофельные поля в Ирландии. На горизонтах в обе стороны. Мечта. Всё время забываешь, что хотел сказать. Напасть какая-то. Вода есть. Начнём с простого. Посадить три клубни, дай им прорасти. Кстати, клубни можно найти на грядках в вымешившем лагере и на ящиках в пустоше. Понятно. Так, ну, собрать картошку с грядки... Кстати. А, у нас есть вода. Отлично. Мы можем, соответственно, позадить... Посадить... Ещё клубни. Сколько пустых у меня? Вот, как раз три у меня есть. Три у меня есть. Знаете, как мы можем сделать? Разделить. Так, один здесь. Разделить. Начать обязательно нужно нажать. И... На вторую грядку мы уже две поставим. Всё. Ждём. Получается... О, сколько ждать. Нет. Спасибо. Я не могу столько ждать. Целых 20 минут. Так, собрать картошку с грядки. Готово. Что-то так есть хочется, а живот крутит. Пожалуйста, запеки три картофеля и принеси мне. Это охренел вообще. Так. Это для меня. А это для этого обжора. Три минуты нам нужно ждать. Я это пропущу. Кстати, не заметил. Три... Те шесть картошек, которые я забрал якобы для себя, они, в принципе, и в зачёт пошли. То есть нам не обязательно ждать всё это время. Парам-пам-пам. Отдать три картошка этому обжоре. Жирному. Ирландец хватает. Угу. В самое время мы умерли. Офигеть. При штурме чужого убийства можно сломать радиостанцию, взять чип и продать его торговцу. Так. Ну давайте взять всё. Он сразу, кстати, экипируется, что мне в этой игре тоже очень нравится. И отправлять его в рот прямо в запекшемся... в запекшейся кожуре. Ух, спасибо. Ну это только начало. Чтобы еды было вдоволь, нужен урожай побольше. Давай расширять угодья. Нам бы машину, конечно. Знаешь, как картофельный комбайн устроен? Он рыхлит и просеивает почву, а сзади картошку выбрасывает. Дай покажу. Ирланд долго и увлеченно рисует на земле устройство комбайна для картошки. Так, всё понятно? Ну и хорошо. Ммм, что я хотел? Чтоб я помнил. Аааа. Давай побольше картошки посадим. Дождёмся, как вырастить. Шесть картошек теперь ему надо. Чтобы вырастить картошку... Бла-бла-бла. Вырастет картошка шесть штук. Так, это у нас всё готово. Нам нужно шесть картошек вырастить. Но у нас нет клубней, к сожалению. Так, так. Здесь, соответственно, тоже всё пусто. Так. И запасы у меня тоже подошли к концу. По заданиям у нас найти диктофон, добыть ресурсы. В общем, в следующем ролике мы с вами пойдём в осаждённый дом. То есть, подготовлюсь немножко. Сделаю, наверное, бомжа прикид. То есть, в принципе, всё у нас необходимо есть. Потому что без брони, как я сделал вывод, ну это реально вообще никак. С вами был Хантас. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно же, ребят, не забывайте прижимать лайк. То есть, это очень помогает мне в развитии канала. Всем добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok